Тамара Павловна ветеран войны. Во время Великой Отечественной была медсестрой. Спасала раненых солдат на полях сражений. Однажды получила боевой приказ, который выполняет всю свою жизнь. Тамара Горячева живет в частном доме. Ремонта здесь не было с 1976 года. Приусадебный участок запущен. Ветерану тяжело за ним ухаживать. Именно поэтому за дело взялись волонтеры Одинцовского городского округа. В первую очередь они решили провести ремонт кухни. Обои здесь были поклеены почти 45 лет назад. А в качестве утеплителя на стенах были старые картонные коробки. Мы это все обрывали, все это позачистили, сделали обрешетку на стены, пришили новый гипсокартон. И сейчас все это отгрунтовано. Теперь в данный момент я шпаклюю стыки. Потом я буду шпаклевать все стены. Непосредственно готовить будем стенку по поклейке обоев. Михаил Воронцов сейчас в отпуске. Все свободное время занимается ремонтом в доме Тамары Горячевой. Вместе с ним еще пять активистов. Волонтеры за собственные средства приобретают все необходимые материалы. Кто-то помогает финансово. У кого-то после ремонта остаются материалы, которые они просто отдают. Соответственно все это собирается. И что-то докупается. То, что нужно. Мебель, гипсокартон, краски. И из этого мы потихонечку собираем. Тамара Павловна живет одна. У нее нет ни детей, ни внуков. Теперь положиться может только на волонтеров. Помимо ремонта дома они уберутся во дворе, спилят сухие ветки деревьев и вывезут строительный мусор. Кроме волонтерской помощи мы еще подключаем административный ресурс. Мы подключаем МУПы, мы подключаем управление по благоустройству. И вот недалеко сегодня приезжало руководство. Они посмотрели сколько нужно машин приехать сюда для того, чтобы вывезти весь этот мусор, старый забор. Еще один из значимых вопросов для Тамары Павловны это водопровод. Вода в ее дом поступает из колодца через насос. В преддверии холодов женщина опасается, что эта ненадежная система может дать сбой. Как мороз замерзнет, вода уже в дом ко мне не пойдет. А мне с колодца не принести. И водопроводы канализационной сети в дом Тамары Павловны уже подведены. Но чтобы их подключить, необходимо согласовать документы. Соседи по поселку обратились с этим вопросом к руководству муниципалитета. Мы буквально недавно обратились к главе Иванова Андрея Робертова. И он нас поддержал. И сейчас этот вопрос сдвигается с места по поводу подключения воды. У нас проблемы с этим есть. По поводу подключения воды и канализации. Мы пытаемся до холодов подключить. Согласования по подключению коммуникаций будут проведены до наступления. Холодов, ремонт и уборка приусадебного участка завершатся в ближайшие дни. А чтобы помочь Тамаре Павловне выполнить и даже перевыполнить приказ боевых товарищей, волонтеры, представители администрации общественной палаты снабдили аптечку женщины всеми необходимыми медицинскими препаратами, которые рекомендуют ей врачи. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.